Красный флаг, сейчас по новой их будут выставлять. Уровень адреналина в крови у нас слишком скакнул. У Михаила Александровича, молодого гонщика. 11 февраля, вот сейчас повтор для телезрителя, 11 февраля Михаил Александровичу стукнуло у нас 16, а до этого момента 15 было. И сейчас его могут во второй ряд поставить за это дело. Заставив, в общем, правила такие. Но я не знаю, как сейчас судьи поступят, как бы еще флага не было. Опять закрытый парк загоняют. Обычно гонщика ставят во второй ряд, глушат двигатель, и чтобы именно понять, что он заглох, вынимают чеку. И спортсмен с поднятой рукой должен с вот этой чекой стоять во втором ряду. И когда только все стартуют, ему разрешается чеку. Вообще дергались все по чуть-чуть. Но у нас Михаил Александрович дёрнулся дальше всех. Здесь, кстати говоря, бывают иногда технические проблемы, потому что же автоматические сцепления у нас и вариатор, то есть как вот чуть там дотронулся, или даже мотор чихнул, получается, и он дёрнулся в снегоход. Но, наверное, здесь дело не в этом. Там все-таки на курок-то, на курок Мишка нажал, наверное. Да, похоже, нет, нет, вроде едет в первый. Решили ограничиться. Нет, 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 вот именно то, о чём я говорил. Сейчас назад его загоняют. Ну, сам себе, собственно говоря, поведет первого заезда осложнил. Заезд, да, во второй ряд глушат, руку подымай. Мы пытались как-то гонщика-любителя вот так поставить, а он думал, что мы над ним издеваемся. Ну, не мы там, судьи, собственно говоря, что они издеваются над ним. Он говорит, как я встану во второй ряд? А как я руку подыму? Да вы что, собственно говоря? Он так, укрестится, смотрите, осеняет себя Дмитрий Станиславович Бабак крестным знамением. Мы его видели, здесь он по трассе ходил у нас. Да, руку поднял с чекой. Михаил Коллегов, 17-й номер. И сейчас будет старт без него. А он потом быстренько воткнет чеку, заведет двигатель внутреннего сгорания и стартует. Опять они дрыгиваются все. Старт! На сей раз обошлось без фальстарта. Похоже, Бабак у нас, все-таки ему высшие силы помогли. 26-й номер, холл-шот лидирует. И даже с просветом, желтый флаг, кто-то упал у нас, кстати говоря. Уже на первом круге умудрился. Что у нас юноши творят. И не только. Итак, желтые флаги, гонка не остановлена. Бабак лидирует. Вот, видимо, в борьбе за оппозицию. Кто-то перестарался у нас здесь. Из преследователей. На дальней части трассы я не вижу сейчас, кто это совершил процесс. Бабак только третий приехал в первом заезде. И совсем ему повезло. Очень удачно стартовал. Но потом были. И так, Захаров второй, Коллегов третий. Даже после своего старта Михаил Коллеговся на третий. Похоже, Рустам Такаев у нас, собственно говоря, 23-й номер. Попал под раздачу. Бершигрук проехал. Да, не видим мы 23-го номера Рустама Азаматовича Такаева. И вот только сейчас он уже 33 секунды лидеру проигрывает. Скорее всего, он упал у нас. А Коллегов все-таки минимизировал потери. Он на третьем месте 4 секунды проигрывает лидеру. Поэтому для него еще все идет как надо. И так борьба за лидерство у нас. Похоже, Захарова прошли. Коллегов вышел на второе место. И так 17-й номер победитель первого заезда. Неудачник второго, который сам себя поставил в эти условия. Никто не виноват. Второй. Обгон. Обгон по трассе. Но это был повтор для телезрителей. Да, безусловно, Коллегов очень быстро. И он, собственно говоря, лидера молодежного первенства пока виртуально опережает. Так, лучший круг гонки у Дмитрия Бабака. Минута 06-896. Захаров 3-4. Коллегов 4 проигрывает. Санин 18, Верширук 29, Такаев 31. Итак, Бабак 05-88. Коллегов 0-4. Лучший круг, кстати, у Коллегова. Захаров 0-7. Итак, лучший круг гонки. Михаил Коллегов. Стартовый номер 17. Ямбург новую рингой. Парень был 14-м только на молодежке в прошлом году. И шестым на Кубке. Второй разряд спортивный. Растет сейчас на дрожжах. 2-6. Сейчас он проигрывает с последнего ряда. С поднятой рукой стартовал. Рустам Такаев все-таки сумел звинтить темп. И сейчас хотя бы Верширука вогнал на пятое место. Да, 31 секунда. Но он идет на 10 секунд быстрее Санина. Поэтому на четвертое место он должен пробраться. К сожалению, юноши всего шестеро у нас. Стартовали. Я так понимаю, кто-то у нас не поехал. А кто у нас не поехал? Моторин, да. В общем-то, вот 78-й номер Моторин. Видимо, в первом заезде у нас либо сломал снегоход, либо не знаю что. Итак, сейчас Коллегов догнал лидера. Но он не лучший круг, но он самый быстрый сейчас на трассе. Борьба за лидерство. Имеет место быть. Вот в желтой майке лидера Дмитрий Бабак. За ним 17-й красивый номер Миша Коллегов. Бабак представляет факел. Коллегов Ямбург. Два конкурирующих из вечных клуба нового Оренгоя. Плюс к личной борьбе добавляется командная. Ямбург тренирует Максим Шевченко. Факел Павел Захаров. Они меньше гонялись раньше, кстати говоря. Ну, Захаров помоложе, Шевченко. Но один двукратный чемпион Захаров, другой пятикратный чемпион Шевченко. То есть оба заслуженные гонщики, быстрые. И учат сейчас подрастающее поколение уму-разуму. Итак, отбивается пока у нас Дмитрий Бабак в борьбе за лидерство второго заезда. Ему очень важны эти очки. Да, он лидер у нас и остается лидером молодежного первенства. Еще третий заезд будет. Но, тем не менее, ему вот сейчас важно настырного Коллегова не пустить вперед. Там три очка разница. 25 первое место, 22 второе, 23-е. Ух ты! Сейчас, кстати говоря, чуть ноги не потерял. Вот в мотокроссе у нас лидер, когда неправильно приземляется гонщик, у него ноги соскакивают с подножек. Подножки у снегоходов, они длинные такие, но, тем не менее, такой эффект тоже происходит периодически. Итак, 15 минут заезд. Седьмая минута идет, близится середина заезда. Заезда Коллегов висит у нас на, как сказать, на колесе, на гусенице. И пытается сейчас напрямую, по внешнему радиусу. Прям тупо он так разогнался быстрее, но перекрыл ему траекторию лидер. И ничего не произошло. На линии финиша был полсекунды. Захаров на 10,9 отстал. Такаев, как мы предполагали, вышел на четвертое место. Сейчас мы будем посмотреть. У него неплохой круг, минут 0,8 был у нас. Но что-то он опять исчез. Ну, там был большой отрыв, там порядка 20 секунд. Здесь ничего удивительного в этом нет. Итак, Рустам. Ну, что-то у него опять дела пошли. Минут 13 он идет и отстает уже на 40. 40 секунд от лидера. Итак, ну что у нас-то впереди? А ничего пока, собственно, отбился у нас. Такаев отбился. Они кругового проходили. Вот здесь я был и думал, что уже смена лидера прошла. Но это не так. Вершигрука они на круг обогнали. Опять секунда даже меньше 955 тысячных. Минута 0,6 у Бабака, минута 0,7 у Коллегова сейчас. Но у них связанная гонка. Мы видим, что не пускает. Пытается внутрь прокрасться у нас Михаил. Но Дмитрий на чеку. Он так перекрывает траекторию. Все-таки снегокод широкий. И при том, что и трасса широкая, траектория-то оптимальная. Она одна. И уже накатана колея вот эта. В общем-то, поэтому так обогнать можно на волнах где-то перепрыгнуть. Вот, кстати, на волнах Коллегов идет побыстрее у нас лидера. Догоняя его. Но здесь опять поворот. Опять поворот левый. Потом правый. Опять вот волны. Опять подбирается. Но! И сейчас вдоль зрительских трибун импровизированных набережной Сухоны мчатся гонщики. Но сейчас будет опять меньше секунды. Нет, секунда ровно не угадал. Секунда 0,06. Десятая минута из 15 пошла. Лучший круг гонки у Дмитрия и Бабак сейчас именно на самом деле. А так лучший круг гонки у Коллегов. Минута 0,04. 453. Второй был. Оба, конечно, подустали. Сейчас оба мы видим подустали. Оба ошибаются. И лидер, и преследователь. Но разрыв держится. Еще один круговой. Восьмидесятка. Санина на круг проходит. И за счет этого еще подобрался 17-й номер к 26-му. Вот они. С летаной парой линию финиша. Вот теперь полсекунды. Полсекунды. Меньше пяти минут осталось до окончания контрольного времени заезда. Бабак лидирует. 26-й номер лидер сезона. Но Коллегов не дает ему расслабиться. Ну, сейчас что? Ух ты! Ну, давай, давай, давай! Давай! Нет. Не хватило. Не хватило запаса. Уже правый поворот. Оба закрылись. Газ, курки свои закрыли. Потому что, ну, не пройдешь. Иначе ты вылетишь на большой скорости. А практически на повороте он его достал. 250 килограмм весит снегоход. Вот его, почему и заезды короткие. Не полчаса, как в летнем мотокроссе, а по 15 минут заезды. Потому что просто, конечно, нереально выдержит такую тяжесть у нас именно в кроссе. В эндуро, да, в кантри-кроссе там все-таки препятствия менее, такие глобальные. Там у нас, ну, круг порядка 112 километров. Они, конечно, идут его долго. Ух ты! Круговой помешал. Кстати говоря, немножко у нас к Олегову. И чуть вырос разрыв. Три с половиной минуты до окончания контрольного времени. Плюс еще два круга. Посмотрим, чем. Но этот заезд поспокойнее проходит в юноши. Но если не считать у нас в принципе. Олегов сам себя загнал в такую ситуацию. Он так нервничал на старте, что совершил фальстарт. Его поставили во второй ряд с поднятой рукой с заглушенным мотором. Да, он быстро завелся. Третье место тут же, в общем-то, вернул второе сейчас. Но дальше все. То есть, предположим, если бы он колл-шот сделал, смог бы его бавак догнать. Я не уверен в этом. А вот сейчас вот так все происходит так, как оно есть на самом деле. Итак, вот они пролетают мимо импровизированных трибун. Между ними восемьдесят девять соток. А время две с половиной минуты. Конечно, зависит от того, кто лучше сохранил форму, кто не устал у нас. Ну, по внешнему. Нет, по внешнему здесь не пройдешь. Здесь не хватит ни упора, ничего. Это самый зря он, конечно, так. Не хватает ему тоже. Если вот он так будет у нас однообразно пытаться лидера пройти, то вряд ли что-то из этого выйдет у нас серьезного. Потому что здесь надо уже тактически тоже думать. Он все время одним и тем же приемом пытается пройти лидера по внешнему радиусу. За счет более высокой скорости. Надо менять траекторию. Все-таки стараться внутрь там и что-то еще. Я думаю, тренеры пытаются ему сейчас это дело подсказать. Тренирует коллегова у нас Шевченко. И зная эмоциональность этого, я думаю, он сейчас волнуется больше самого воспитанника за него. И так ничего не изменяется. Полторы минуты осталось контрольного времени. Сейчас, кстати, внутрь попробовал. Но как-то так получилось, что оттормозился очень сильно у нас Бабак. И тоже и внутри не прошел. Опять снаружи. Опять снаружи в упор. Ну, поравнялся ведь практически. Сейчас занять траекторию, отжать. Ну и что? Да! Смена лидера! Вперед выходит 17-й номер Михаил Коллегов, Ямбург, Новый Уренгой. Ну и куда он? Чуть было не вылетел с трассы. Повтор для телезрителей, как это произошло. Но мы видим. Ну, в общем, да, сейчас вот грамотно парень. Он поравнялся напрямую, залез внутрь и занял траекторию. Ну и здесь сам то ли не ожидал Дмитрий Бабак, в общем-то, для него это... То ли устал и не смог уже, не смог противопоставить конкуренту ничего такого доводов. Ну что, с временем. Все, заканчивается контрольное время. Сейчас при пересечении линии финиша им махнут. Не махнут пока, конечно, табличку покажут с цифрой 2. Итак, ну что, будем смотреть. Остались силы у Дмитриуса, чтобы обогнать Михаила? Итак, а что с табличкой-то у нас, кстати говоря, показываем мы? Нет, не показал судья, значит, по его часам, наверное, не кончилось еще. Время 15 плюс 2 и 3 круга им осталось на трассе находиться. Ну, тем интереснее будет борьба. Итак, новый лидер, 17-й старт иной, Михаил Коллегов, Ямбург, Новый Уренгой. Парень тоже, собственно, и в свое время в 80-ках ездил в командном Кубке России на двухколесном мотоцикле. Оттуда же с мотокросса его и взяли. В 13-м году он еще на моднике гонялся, а вот с 14-го начал выступать на снегоходе. В мотокроссе больше классов. Там, собственно, есть класс 50 кубиков, 5-8 лет, там 65 до 12. и так далее пошло. В снегоходах у нас, в общем-то, все-таки классов меньше. Поэтому как бы вот мотокросс является у нас резервом для снегоходного кросса. Некоторые приходят уже возрастные гонщики, конечно. Уже некоторые начинают с самых-самых юных лет. Итак, Миша Коллегов, он 99-го года рождения. 11 февраля стукнуло 16. Лидер этого заезда. Ну, пока не лидер молодежного первенства. Жбабак все равно впереди с очками. Он безоговорочно первый этап выиграл. Но, тем не менее, Коллегов шел на втором месте 60. И, соответственно, сейчас 50 добавить будет уже 110. И так, да, отстал Димитриус Бабак. И, соответственно, 3 секунды между ними на табличку показывают с цифрой 1 уже, да, показывают. Значит, последний круг. Да, все, я был прав. Я просто не очень хорошо ее вижу отсюда. Грюк проигрывает уже два круга лидера. Ну, это неудивительно, это ансайдеры медленно едут. Итак, тренера по трассе показывают траекторию своим воспитанникам более скоростные. Ну, еще ехать третий заезд. Поэтому сегодня все не решено в этом классе. У нас пока что коллегов лидирует, лидирует, несмотря на все заключения. Готовит судья клетчатый флаг для лидера второго заезда класса юношей. Ну, а вот и он. И так у нас. К соревнований 17-го Михаил Коллегов. Ямбург, новый рингой. Ямало-Ненинский автономный округ Теменского. Ну, Бабак скинулся уже, он и устал. Теперь вторым финиширует Дмитрий Бабак. 26-й стартовый номер Факел. Новый рингой. Третьим 21-й номер Иван Захаров. Ну, Иван Захаров как-то в этом заезде полминуты проиграл он, собственно говоря. Но, тем не менее, достаточно хорошо приехал. Дмитрий Бабак. Дмитрий Бабак.